Дмитрий Иосифович Ваксин, архитектор, воротился из города к себе на дачу под свежим впечатлением только что пережитого спиритического сеанса. Раздеваясь и ложась на свое одинокое ложе, мадам Ваксина уехала к Троице. Ваксин стал невольно припоминать все слышанное и виденное. Сеанса, собственно говоря, не было, а вечер прошел в одних только страшных разговорах. Какая-то барышня ни с того ни с сего заговорила об угадывании мыслей. С мыслей незаметно перешли к духам, от духов к привидениям, а от привидений к заживо погребенным. Какой-то господин прочел страшный рассказ о мертвеце, перевернувшемся в гробу. Сам Ваксин потребовал блюдечка и показал барышням, как нужно беседовать с духами. Вызвал он, между прочим, дядю своего Клавдия Мироныча и мысленно у него спросил, «Не пора ли мне дом перевести на имя жены?» На что дядя ответил, «Во благо времени и все хорошо». «Много таинственного и страшного в природе», – размышлял Ваксин, ложась под одеяло. «Страшны не мертвецы, а вот эта неизвестность». Пробило час ночи. Ваксин повернулся на другой бок и выглянул из-под одеяла на синий огонек лампадки. Огонь мелькал и еле освещал к нот и большой портрет дяди, Клавдия Мироныча, висевшей против кровати. «А что, если в этом полумраке явится сейчас дядина тень?» – мелькнуло в голове Ваксина. «Не, это невозможно». Привидение – предрассудок. Плод умов недозрелых, но, тем не менее, все-таки Ваксин натянул на голову одеяло и поплотнее закрыл глаза. В воображении его промелькнул перевернувшийся в гробу труп. Заходили образы умершей тещи, одного повесившегося товарища, девушки-утопленницы. Ваксин стал гнать из головы мрачные мысли, но чем энергичнее он их гнал, тем ясней становились образы и страшнее мысли. Ему стало жутко. «Черт знает что! Боишься, словно маленький!» – думал он. «Это глупо». За стеной громко застучали часы. В сельской церкви на погосте зазвонил сторож. Звон был медленный и заунывный, тянущий за душу. По затылку и по спине Ваксина пробежали холодные мурашки. Ему показалось, что над его головой кто-то тяжело дышит. Точно дядя вышел из портрета и склонился над ним. Ваксину стало невыносимо жутко. Он стиснул от страха зубы и притаил дыхание. Наконец, когда в открытое окно влетел майский жук и загудел над его постелью, он не вынес и отчаянно дернул за санетку. «Деметрий Осипович, вас волен зи!» – послышался через минуту за дверью голос гувернантки. «Ах, это вы, Розаля Карловна!» – обрадовался Ваксин. «Зачем вы беспокоитесь?» «Ну, Гаврила мог бы ответить». «Хаврилу весами в город отпустил, а Галафира куда-то с вечера ушла. Никого нет дома. Вас волен зи дох!» «Я, матушка, вот что хотел сказать. Мол, того. Да вы войдите, не стесняйтесь, у меня темно». В спальную вошла толстая и краснощекая Розалия Карловна и остановилась в ожидательной позе. «Садитесь, матушка. Видите ли, в чем дело? О чем бы я спросить?» – подумал Ваксин, косясь на портрет дяди и чувствуя, как его душа постепенно приходит в покойное состояние. «Я, собственно говоря, вот о чем хотел просить. Когда завтра человек отправится в город, то не забудьте ему приказать, чтобы он, ну, того, зашел купить гильзы. Да садитесь вы, наконец». «Гильзы? Хорошо. Вас волен зи ног?» «Их виль». «Ничего я не виль, но да сядьте же, наконец, я что-нибудь надумаю». «Неприлично, девицы, стоять в мужчинской комнате. Ви, я вижу, Дмитрий Иосифович шален, насмешкин, я понимай. Из-за гильз человека не будет, я понимай». Розалия Карловна повернулась и вышла прочь. Ваксин, несколько успокоенной беседой, стыдясь своего малодушия, натянул на голову одеяло и закрыл глаза. Минут десять он чувствовал себя сносно, но потом в его голову опять полезла какая-то чепуха. Он плюнул, нащупал спички и, не открывая глаз, зажег свечу. Но свет ему не помог. Напуганному воображению казалось, что из угла на него кто-то смотрит, и что у дяди на портрете мелькают глаза. «Позвоню ей опять, черт ее возьми», – порешил он. «Скажу ей, что я болен и попрошу капель». Ваксин позвонил. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз. И, словно в ответ на его звон, зазвонили на погосте. Охваченный страхом весь холодный, он выбежал опрометью из спальной и, крестясь, броня себя за малодушие, полетел босой и в одном нижнем комнате гувернантки. «Розалия Карловна», – заговорил он дрожащим голосом, постучавшись в дверь. «Розалия Карловна, вы что, уже спите? Я того. Болен. Капель мне». Ответа не последовало. Кругом царила тишина. «Я вас прошу, понимаете? Прошу. И к чему эта щепетильность? Не понимаю. В особенности, если человек болен. Какая же вы права, цирлих, манель, лих, в ваши годы? Я ваша жена буду, говорил», – ответила Розалия Карловна, – «не дает покой честной девушке. Когда я жил у барона Анцик, и барон захотел ко мне приходить за спишки, я понимаю. Я сразу понимаю, какие спишки, и сказала баронесс. Я честной девушке». «На какого черта сдалась мне ваша честность? Я болен и прошу капель, понимаете? Болен. Ваша жена честная и хорошая женщина, и вы должны ее любить. Я. Она благородный. Я не желаю быть ее враг. Дура вы. Вот и все, понимаете? Дура». Вакси наперся на косяк, сложил руки накрест и стал ждать, когда пройдет его страх. Вернуться в свою комнату, где мелькала лампадка, и глядел из рамы дядюшка, не хватало сил. Стоять же у дверей гувернантки в одном нижнем платье было неудобно во всех отношениях. Так что же было делать? Пробило два часа, а страх все еще не проходил и не уменьшался. В коридоре было темно, и из каждого угла оглядело что-то темное. Ваксин повернулся лицом к косяку, но тотчас же ему показалось, что кто-то слегка одернул его сзади за сорочку и даже потрогал за плечо. «Черт подери, Розалия Карловна!» Ответ не последовало. Ваксин нерешительно открыл дверь и заглянул в комнату. Добродетельная немка безмятежно спала. Маленький ночник освещал рельеф ее полновесного, дышащего здоровьем тела. Ваксин вошел в комнату и сел на плетеный сундук, стоявший около двери. В присутствии спящего, но живого существа он почувствовал себя легче. «Пусть спит немчура», — думал он. «Посижу у нее, а когда расцветет, выйду. Теперь рана светает». В ожидании рассвета Ваксин прикорнул на сундуке, подложив руку под голову. «Что значит нервы, однако? Человек развитой, мыслящий, а между тем, черт знает что, даже совестно». Скоро, прислужившись к тихому мерному дыханию Розалии Карловны, он совсем успокоился. В шесть часов утра жена Ваксина, воротившись от троицы и не найдя мужа в спальне, отправилась к гувернантке попросить у нее мелочи, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя к немке, она увидала картину. На кровати вся раскинувшись от жары, спала Розалия Карловна, а насажене от нее, на плетеном сундуке, свернувшись калачиком, похрапывал сном праведника ее муж. Он был босс и в одном нижнем. Что сказала жена, и как глупа была физиономия мужа, когда он проснулся, предоставляю изображать другим. Я же в бессилии слагаю оружие. Продолжение следует...